Что еще беспокоит? Почти на треть упал объем прямых иностранных инвестиций. А без индустриального парка Великий Камень и того больше. Вы все знаете, что бюджетных денег на строительство предприятий не будет. Эти средства предназначены для людей. И вы лучше меня знаете, куда эти средства направлять. А у нас уже многие предприятия, особенно промышленные, ногой дверь открывают в правительстве, штурмуют. Давайте деньги, давайте деньги. Ну а правительство, как почтальоны, президенту перебрасывают проекты указов, распоряжений о выделении из бюджета денежных средств. Ну что за практика? Предприятие должно работать, обеспечивать расширенное воспроизводство, обеспечивать своих людей зарплатами, поддерживать их и так далее. Серьезно займитесь иностранными инвестициями. Не упускайте из поля зрения завершение значимых инвестиционных проектов, которые реализуются на территории области. Это касается строительства горно-обогатительного комплекса, завода по выпуску спецмашин, организации производства теплообменников, электроавтобусов, троллейбусов, автобусы повышенной комфортности, фармацевтических лекарств, развития инженерной инфраструктуры в Великом Камне. Все это новые точки укрепления областного потенциала и его постановки на инновационные рельсы. Удельный вес производства начальных технологических переделов, третьей и четвертой уклады, пока слишком высок. Доля инновационной продукции в выпуске области чуть более 11%. Это ниже, чем в среднем по стране. И всего четвертое место в республике.